Новые подробности плана Трампа по прекращению войны в Украине слили в сеть. В случае победы на выборах он якобы собирается шантажировать Киев и Москву. Киев получит больше американского оружия только если вступит в переговоры. Об этом пишет Ройтерс. По данным издания, два ключевых советника Дональда Трампа, Кит Келлок и Фред Флейц, предложили ему один из возможных сценариев действий для их кандидата в случае победы. Чиновники предлагают прекратить поставки оружия Киеву, если тот не захочет идти на переговоры. А Москве, напротив, заявить, что если та не согласится на диалог, США увеличат поставки оружия в Украину. При этом предметом договоренности должна стать новая граница между государствами по линии фронта на тот момент, как стороны сядут за стол. Однако сам Трамп пока не подтвердил, что его план заключается в подобном шантаже. А некоторые его советники и вовсе заявили, что такое развитие событий навредит как вероятному президенту, так и всей Европе, не говоря уже об Украине. Не все эксперты, даже его советники считают это правильным, потому что это не вопрос территориальных уступок Украины. Они говорят не только для Украины, они говорят для Европы. Это невыгодно, потому что это вопрос будущей Европы и безопасности в Европе. И они говорят, что если отдадим Путину украинскую землю, то он поймет, что Запад слабый и пойдет дальше атаковать Европу. И это как раз и заставит его двигаться вперед. Также бытует мнение, что план Келла Гафлейтса уже сейчас обречен на провал. Ведь попытка усадить Путина за стол переговоров, опираясь на разграничения по линии фронта, изначально поставит диктатора в слабую позицию, на что в Кремле точно не согласятся. Путин никогда в жизни не сядет за стол переговоров, если он уже публично озвучит. Он говорит, вот мои требования. Четыре области, если он сядет за стол переговоров, он признает, что он готов отдать вот эти вписанные области и так далее. Плюс, естественно, никто ему никогда в жизни не даст гарантии про внеблоковость Украины. Это абсолютно точно. Ну вот и что получаем. То есть по факту Путин за стол переговоров садиться не захочет. И наконец, если представить себе невозможное, а именно Зеленского и Путина за столом переговоров, если Киев путем отсутствия поддержки США таки заставит признать оккупированные области российскими, согласно международному праву, эти договоренности не будут означать ровным счетом ничего, а следовательно, смогут быть нарушены в любой момент. Если нам не будут давать оружие США, НАТО, Европа, то у нас могут быть военные поражения. Тогда мы потеряем какие-то территории. У меня какой вопрос? Если Украина подписывает какой-то договор с Россией, то НАТО его признает? НАТО должно действовать по уставу ООН. По уставу ООН НАТО не может признать территориальные уступки. Чувствуете? НАТО не имеет права признать территориальные уступки, даже если Украина уступит, а НАТО не имеет права этого признавать. Потому что есть устав ООН. А еще есть Венская конвенция о том, что если договор подписан при применении одной из сторон военной силы, а у нас есть применение россиянами военной силы, то договор тут недействителен. Если же рассматривать более реальный сценарий, отказ Путина от плана республиканцев и попытки продолжать захватывать территорию Украины, Трамп будет вынужден таки усилить военную поддержку, и Киев все равно останется в выигрышной позиции. В чем разница ситуации у Путина, что три года назад «Арсенал», что сейчас, но сейчас даже меньше, сотни ракет и шахедов летели, сейчас их гораздо меньше. Так вот, а у Украины инструментарий гораздо расширился, гораздо больше стало, чем как бить по России. В любом случае, до возможных попыток реализации любого плана Трампа нам остается еще полгода. Если в администрации Байдена увидят, что перспективы шантажировать Киев поставками оружия реальны, по прогнозам аналитиков, единственное, что останется Белому дому, нарастить военные поставки до тех пределов, чтобы на возможные переговоры Украина выходила в максимально сильной позиции.